Несомненно, что база в Гюмри обеспечивает безопасность Еревана от внешних угроз. Но трактовка в устах генерала о том, что она защищает от злых турок в современных реалиях, мягко говоря, устарела. Таким мнением поделился российский политолог, эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов, комментируя слова начальника Генерального штаба Министерства обороны Армении в 1992-1995 годах, исполняющего обязанности министра обороны в 1993 году генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорианца о том, что 102-я российская военная база защищает армян от агрессивного турецкого государства. На мой взгляд, генерал Тер-Григорианц несколько ошибается в причинах усиления воинского контингента на российской военной базе в Армении. «Армения не нужна Турции, да ее внешнеполитическая деятельность незаметна, то есть ее для турок просто нет», – отметил Михайлов. Евгений Михайлов выразил солидарность с мнением других аналитиков, которые предполагают, что Россия усиливает свое военное присутствие прежде всего из-за нестабильности в самой Армении, связанной с приходом команды Никола Пашиняна, большая часть которой устремила взор на Запад. Не для того Москва защищала эту Южно-Кавказскую республику, чтобы в угоду определенным силам в самой Армении уступить призывам о том, что русские не нужны Еревану. На место русских сразу придут американцы, что не в интересах Москвы. Склонен предположить, что усиление воинского контингента предполагает и возможность нападения на базу со стороны третьих сил, что вполне допустимо, если трезво оценивать то, что сейчас происходит во внешней политике Еревана. Также вспомним, что в Армении крупнейшее практически в мире посольство США, и сколько там находится морских пехотинцев мирового шандарма, можно только предположить. Так что в любом случае, истинные цели усиления базы в Гюмри знает только Москва, и делиться ими с руководством Армении она, на мой взгляд, не намерена, подчеркнул российский политолог.